Главное, чтобы вы поняли, что каждое по диагностике частей тела, ваступуруши, как бы, да, проекции нас, можно посмотреть, сделать достаточно мощную диагностику, что в голове у нас, да, во главе жизни, так сказать. Почему, например, в голове ваступуруши не совсем хорошо, когда кухня, с точки зрения материальной, например, устойчивости, допустим, да, и какого-то ментального покоя. Потому как, когда в голове мысли о еде, ну, тире о выживаемости, то фактически мысль формирует мою реальность. Я выживаю. Ну, то есть, если я об этом думаю, переживаю, страшусь этого, то все мои мысли об этом, я и говорю об этом, надо бы выжить, надо бы скопить, надо бы подкупить, надо бы запастись. Ну вот, то есть, таким образом формируется реальность. Поэтому в голове ваступуруши однозначно нежелательная, не должна быть кухня. Не то это место, да. Ну и по первым элементам мы тоже это уже понимаем. Еще по планетам вы поймете, вообще у вас картинка станет очень подробная, ну, целостная. Например, если в голове ваступовший туалет тоже, то есть, фактически, это ментальный сектор, да, такой сектор головы мысли, осознаний, пониманий всего-всего, и здесь все это сливается, то явно такие люди очень часто не потеряны, либо у них порой не хватает последнего пазла для того, чтобы принять важное решение. Как будто бы раз, ну вот, не складывается, вот что-то не складывается. Поэтому в голове ваступуруши должно быть открытое свободное пространство, ну, может быть, детское, зал и так далее. То есть, фактически, свободная легкая голова. И там много тяжелой мебели тоже не должно быть, но по мебели у нас отдельный занятий. В ноги ваступуруши, если мы понимаем структуру нашего тела, мы понимаем, зачем нам ноги в нашем теле, мы разберемся даже и без манусом хита, с переводом достаточно таким, ну, рисковатеньким, да, ну, чуть-чуть пугающий порой. Вот мы и сами разберемся, потому как ноги, естественно, это опора. В семье с детьми опорой являются родители, и явно это место для них, да. Если здесь кухня, то тогда опять же мы понимаем, что когда в моей жизни опора на пищу, опора на пищу, я, допустим, пищей решаю какие-то ментальные свои проблемы, эмоциональные проблемы, да, я заедаю там, допустим, не иду в какие-то эмоции, и предпочитаю их заполнить едой, да, вот, ну, из страха, из неуверенности, еще чего-то там, вот, соответственно, опора моя, она, ну, вот такая вот. И очень часто, когда в ногах у вас творожей кухни, например, это тоже вам в практике очень даже пригодится информация, вы будете это видеть, ну, я, может быть, и повторяюсь, вот, то очень часто люди, они, ну, правда, у них культ еды, и даже бывает такое, что хозяйки очень вкусно готовят, когда культ еды вкусно готовят, много едят, тела пухнут, тела плотненькие такие у людей, толстенькие, вот. Опять же нужно понимать, на что я опираюсь, вот и подсказка, да. Сердце, востопор, тело, да, его, ну, как бы, центральная его часть, Брамастан, да, наш эфир, вот этот сектор, да, центральный, в сердце нашего дома что-то может быть, да, там бывают и туалеты, бывают там много-много пересечённых стен, ну, пересечения в виде стен особенно несущих, это наше сердце. Если оно свободное, открытое, я очень даже вполне в контакте с собой, потому что, ну, как бы, моя душа, ну, правильно говорят, и пока я лучшего не видела, она где-то здесь вот в сердце, да, даже мы всегда хватаемся, если что, за это место. Интуитивно тело наше, да, так работает. Если там много-много утяжеления, мебели, каких-то предметов, стен, то это значит очень непростой опыт у нас на душе, который нам не руководит, потому что сектор центральный – это сектор, из которого энергии формируются внутри нашего поля. То есть фактически из этого тяжёлого опыта я формирую свою реальность. И поэтому, когда я освобождаю этот тяжёлый опыт по максимуму, насколько это возможно, я из более лёгкого сердца начинаю жить и принимаю иные решения, более легко отношусь к себе, да, к пониманию себя, к любви к себе. Я не опираюсь это на опыт, а как ко мне родители относились, ну вот я так к себе отношусь. Я отсекаю всё это лишнее, ну да, это было как опыт, но это не означает, что это стопроцентный факт, да. Вот. Опять же, вот оно сердце. Или, например, в ногах востопорушек, когда там вода, да, тоже это неустойчивая опора, нет понимания, там всё время как на зыбких песках живёшь. Ну и так далее. Вот эти вот вещи, они, тело востопорушек, оно даёт нам возможность очень хорошо психологически диагностировать текущую реальность, а мы, в общем-то, этому учимся. В большей степени в диагностику идём. Диагностика даёт нам результат, понимание, что с этим делать. Благо, ну, инструментов при конкуренции, их на самом деле очень много. И в обучающем курсе, и потом вы пойдёте, ещё там наберёте для себя, может, какие-то ещё вам понравятся. Вот. Но понимать, понимать, научиться понимать, это вот, ну, не везде учат. Вот. И получается руки. Руки – это востопорушек, руки – это активность, да, какое-то движение. Здесь мы берём правая рука, левая даём. Поэтому здесь тоже нужно смотреть, насколько мы активно можем действовать в этом мире. Если, допустим, активный сектор правой руки, сектор огня, особенно, ну, огня, добыча, огонь, да, а он блокируется, допустим, водой, то вот тут у нас проблемы с добыванием, да, с принятием от судьбы. Тоже нужно так учиться смотреть, но более как философски. А левая рука, она больше отдаёт, это женская часть, она отдаёт тепло, заботу, радость. Насколько мы можем отдавать, да, тоже можно смотреть, есть ли такая возможность. И фактически способность принимать и отдавать, это опять же тоже в том числе про любовь к себе. Насколько я позволяю себе брать от этого мира. Насколько я напитанный и отдаю этому миру. Потому что по-честному, ну, это тоже, ну, это я всё-таки психолог от природы, там я глушу, это не выкинуть никуда. По-честному отдавать может человек, который, ну, как сказать, мы особенно с мужем, у нас была в своё время, кратенько скажу, рубрика в Ютьюбе «Дороги о главном». Вот мы разные темы обсуждали, снимали это на видео, выкладывали в интернет. Ну, как-то затухла пока что эта тема, потому что он пошёл профессионально, я как-то немножко это забыли. Но, тем не менее, тема у нас была поднималась однажды, тема щедрости. Что есть щедрость вообще? Многие думают, щедрость – это вот такой вот классный человек, он такой, прямо вот он такой, ну, вот воспитали его правильно, там, он с голубой крови, там, что-нибудь ещё с ним такое. Но на самом деле, на самом деле, если брать просто обычные жизненные, ну, как бы, законы, то делиться я могу в моменте, когда я сам сытый. И по мне, по-настоящему, по-честному, ну, щедрый человек, который просто сытый человек, он удовлетворён сам. И теперь он тоже может делиться. И это, естественно, когда я себя вначале удовлетворил, я, естественным образом, как наполненная личность, могу делиться. А когда мне говорят «на себя наплюй», это не важно, что ты, как эгоист, делись этим миром. Но это получается, что в моменте деления происходит уже подмена. Я зачем-то это делаю? Зачем? Чтобы себя напитать, чтобы вот эту вот дыру свою заполнить. И вот они правая и левая рука, да, отдавать, принимать. Достоин ли я, да, ну, как бы наполнен ли я, чтобы отдавать, достоин ли я, чтобы брать. То есть, в принципе, по Вастопурше можно очень хорошо диагностировать психологическое внутреннее состояние людей. А фактически-то люди очень с радостью встречают информацию о том, что с ними, потому как они-то запутались, и они бы хотели в этом разобраться.